Участок у многоэтажек напротив Красной Церкви сложно назвать сквером. Пространство небольшое и заросшее, но с богатой историей. Несколько лет назад жители соседних домов отстаивали его от точечной застройки. Местным удалось добиться официального присвоения этому месту статуса сквер. И теперь участок претендует на благоустройство. Жители только за. Очень непрезентабельно, темно, грязно и вид совершенно непривлекательный. То есть, с учетом того, что это почти центр города, и как бы хотелось бы более презентабельные картины здесь увидеть. Эскиз уже разработан. Здесь хотят поставить лавочки, сделать дорожки и, возможно, поставить в центре церковную лавочку или лоток с лакомствами. Кто-то просит просто лавочки именно на три места сделать. Кто-то говорит о том, что не нужно продавать здесь церковную продукцию, потому что у храма уже есть точка продажи церковной продукции. Кто-то говорит, что реально здесь можно было бы маленькое кафешечку сделать, где шел мимо, купил мороженку, присел, съел, пошел дальше по пешеходным, потому что это центральная часть города. Как раз здесь, ну, на большом потоке людей находится скверик. Сквер воинов-интернационалистов, что рядом с областной прокуратурой, восстанавливать хотели еще в этом году. Но мнения общественности разошлись. Новый проект «Все замечания учел». Здесь запланировано буферное озеленение, которое оградит сквер от Шумного проспекта и еще ряд ландшафтных решений. Планируется отгородить автозаправочную станцию от сквера декоративной стеной. Предлагается также в проекте создание двух зон. Это значит зона, где будут играть маленькие детишки со своими родителями, то есть детская зона, да, игровая. И зона для мероприятий, для проведения мероприятий более активного, да. Всего на благоустройство претендуют пять территорий. Напомним, голосование за пространства, которые могут быть восстановлены в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды, начнется 13 ноября. Отдать свой голос можно на портале Иваново.РФ. Для этого нужно быть зарегистрированным на госуслугах. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.